Приветствую вас! Начать мне бы, наверное, хотелось даже не с ответа на ваш вопрос, который предоставился, а скорее с прояснения некоторых важных моментов, связанных непосредственно с вашей жизнью. Если вы говорите, что ваши родители, они довольно понимающие, да, они поддерживают вас, они не торопят вас, ну, в том, чтобы вы учились, чтобы работали, да, вот, то есть, в общем и телом, такие доброничные родители, то как-то это не вяжется с тем, что вы пишете о том, что вот вы учились в 6 лет на профессию, которая вам не нравится. Знаете, ну, не вяжутся это. Родители, если они вот такие хорошие у вас, если они не торопят вас, да, ну, они как бы не могли привести вас к такой вот позиции, да, к такой истории, к такой ситуации, что вы не знаете, что вам делать теперь, да, в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, что делать, я имею в виду, вот. Ну и, соответственно, соответственно, есть что-то, вероятно, чего мы не знаем. Я лично предполагаю, что, поскольку вы говорите, что вот сидите на шее у своих родителей, да, что вас, ну, что вас это, вот, стяготит, что вы сидите у родителей на шее, я полагаю, что здесь имеет место быть чувство вины, вот. То есть вы испытываете чувство вины перед родителем. И именно это чувство вины, ну, вполне возможно стимулирует вас к тому, чтобы вы делали какие-то вещи, то есть вы делали так, как хотят они, потому что они работают, они вас поддерживают, но при этом, возможно, есть некое скрытое обвинение. И вот это вот самое скрытое обвинение, оно и вполне вероятно не позволяет вам чувствовать себя как-то хорошо, как-то комфортно, приятно, спокойно, гармонично. Ну, вот, именно по отношению к себе, именно по отношению к самой себе. То есть у вас нет чувства, что вы принадлежите сами себе. У вас нет этого ощущения, что вы сами себе принадлежите. И поскольку происходило это не сразу, да, это не разовое какое-то, значит, ну, не разовое действие, а это действие все-таки последовательное, да, последовательное, постепенное, вот. Вот, что мне кажется, что нужно и, соответственно, начинать именно с этого. Как у вас отношения к себе, какие у вас отношения с родителями, вот. Насколько вы принимаете себя, насколько вы принимаете то, что вы хотите, свои ценности какие-то, свои, ну, свои взгляды, свои идеалы, свои стремления, но вот это вот вся такая вот история, все это очень важно. Если мы действительно хотим понять, что с вами происходит. Это, это вот такой момент, что касается чувства вины. И, соответственно, от него, от чувства вины, ну, не избавляться, да, то есть это разделение по факту ответственности, то есть вот есть вы с вашей ответственностью, есть родители с их ответственностью за себя. На мой взгляд, вот это является тем, с чего вам нужно начинать. Ну, именно действовать, с чего вам нужно начинать, значит, работа над собой, да. Дальше идем. Смотрите, что вы пишете. Значит, вы пишете, что вы учились на лаборанта, да, значит, химико-лаборанта. Вы учились. А вопрос заключается в том, как вы выбрали свою вот эту профессию, то есть или как вы выбрали, или кто ее выбрал, ну, за вас, да, это вот, на мой взгляд, такой достаточно серьезный и важный вопрос. То есть если вам эта профессия не нравилась, если вы шесть лет ей подсветили, причем вы не любите химию, у вас к этому явное отвращение, да, то, соответственно, имеет место быть, что? Имеет место быть принуждение. Ну, и, соответственно, именно факт принуждения меня и интересует. То есть нужно понимать, да, что принуждение это всегда, значит, несвобода. И если вы не свободны, значит, этой свободы получается вас кто-то лишил. И, соответственно, нужно понять, кто лишил вас свободы. И почему. как так получилось, что вы ну, может быть, пожертвовали счастью своей свободы для кого-то или для чего-то. вот. Зачем вы это делали? Понимаете? Вот это вот, мне кажется, самым важным. Тут вот нужно раскрывать именно такие аспекты. Дальше. Вы говорите, что вам нравится английский язык, значит, вы ходите в театр. Ну, понятно, что сместить как-то это все можно, было бы желательно совместить как-то это можно. Вопрос в том, насколько вы сами себе сейчас доверяете, насколько вы доверяете тому, что вы хотите. Вот. Пожалуй, какой основной основной момент? Вопрос в том, готовы ли вы реально в общем что-то делать для того, чтобы ситуация ваша, ну, вот, как-то нормализовалась, стало лучше и так далее. Вот. Готовы ли вы? Если да, то, соответственно, там эти можно подбирать какие-то варианты. Но вы-то говорите, что вы не знаете, что вам делать. И я из этого делаю опять же вывод. Какой? Вывод. Что вы находитесь в определенном противоречии. Вот. Я сегодня хочу, но мне этого, например, нельзя. Ну, или что-то в этом роде. Ну, кто отказал, что нельзя, почему нельзя? Вот. Откуда запрет? Понятно. от родителей. Вот. Соответственно, судя становиться от родителей, ну, скажем так, более свободной, более независимой. Понимаете? Вот. для этого нужно снять противоречие. Вообще, привыкли ли вы быть свободны? Может быть, вы свободны никогда и не были. Понимаете, в своей жизни вообще. и так далее, конечно, вы боитесь свободы, вы будете бояться ее, да, и так далее. Следующий важный пункт, на котором мне бы хотелось заострить ваше внимание, это то, что вы говорите в детстве любила учить братика математики, рисовать, танцевать. Ну, казалось бы, мелочь на самом деле, да, любили учить братика математики. Ну, вот, я уверен, что вы это представляете себе именно так, что это мелочь. Я, к сожалению, мелочью это назвать не могу, потому что, если вы в своем детстве уже любили учить братика рисовать, значит, сами вы о себе в тот момент не думали, а, значит, вполне вероятно, что на вас была ответственность по тому, чтобы за братиком присматривать, чтобы за братиком смотреть, чтобы, может быть, даже за братиком ухаживать, ну, и так далее, так далее, так далее. И опять же, если это, если это действительно так, то можно говорить о том, что у вас было слишком раннее, раннее взросление, ну, вынужденное взросление, да, и вы просто-напросто, ну, ну, не доиграли. Такое, в принципе, тоже бывает. и в этом контексте можно тоже с вами двигаться, тоже с вами работать. Ну, то есть, если вы хотите, конечно, сама, то можно это сделать. То есть, здесь, о чем идет речь, что вы не доиграли, значит, соответственно, нужно доиграть, лучше чувствовать себя, больше, может быть, чувствовать себя, значит, успешиться, прислушиваться к себе, да, значит, свои личные границы, расстраиваться, и так далее. То есть, то, чего у вас не было в детстве, из-за того, что вы вынуждены были врослеть быстрее, хотелось бы, или чем это было, чем это было для вас приемлемо. Вот. Вообще, такое ощущение, что вы выставили себе такие очень серьезные границы, вот, самой себе, самой себе выставили границы. Ну, и, соответственно, не позволяете себе за них выйти. Вот. Ну, да, может быть, боитесь выходить, может быть, просто не позволяете, и так далее. Вот. Ну, и, соответственно, отсюда, отсюда, возникает резонный ответ на ваш вопрос, что же вам делать, да? И вот тут мне бы хотелось вам задать вопрос встречный. Вы какой помощи от психологов-то, собственно говоря, вообще хотите? Вы какой помощи ожидаете от психологов? Вы ожидаете, что психологи сделают для вас что? Если я вам, например, сейчас, допустим, скажу, что вы, например, должны, или вам нужно пожить сейчас для себя, может быть, вы для себя и поживете, может быть, но все это изменит. Скорее всего, ничего. пойду в ваш вопрос, ваш вопрос постали некорректно. Ваш вопрос станет так. Что мне делать, подскажите? Это неправильно. Правильно будет, что я хочу себе поменять. И почему я не могу это себе поменять? например. Вот такой вопрос будет правильный. И соответственно, если запрос будет такой, что я хочу себе изменить, и вы сами обратите внимание на то, что вы хотите себе изменить, если запрос будет таким, что в ситуации уже можно будет что-то сделать. Потому что запрос на изменение это именно то, с чем работает психолог. Вот. Знаете, какая история? А я думаю, что вот примерно так можно вам ответить на ваш вопрос. Смотрите, еще какой интересный момент. Вы говорите, хотели брать учебу, да, каждый год я хотела брать учебу. Но оставалось. Почему? Вы это не раскрываете. Вы говорите, хотела продлить вот хотела продлить вот эту бытность свою студентам, да, хотела продлить. Для чего? Для чего хотели продлить битвен свою студентам? Чтобы что? Сейчас вы говорите, сижу на шее у своих родителей. родители об сижу на шее у родителей То есть откуда вообще было такое понятие, как сидим на шее у родителей? Родители это что? Это сижение люди или что? Вот у нас есть чувство вимень здесь, которое опять же вам скорее всего не дает что-либо делать дальше и время стимулирует вас к тому, чтобы с одной стороны стремиться что-то делать, а с другой стороны не делать ничего, потому что вам это не нравится. Вот соответственно задел на недалекое будущее на самое недалекое будущее задел звучит так значит наздите какую-нибудь работу вот абсолютно любую абсолютно любую работу наздите вот серьезно абсолютно любую вот совершенно любую работу найдите либо только вы работали либо у вас были только свои деньги вот чтобы вы были независимы от своих родителей это ключевой момент здесь чтобы вы были независимы от своих родителей понятно значит найдите работу как-то себя обеспечив обеспечив постарайтесь себя как-то обеспечить вот и потом 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 вы сможете собственно говоря заниматься тем что вам ну как-то вот более по душе будет вы сможете заниматься тем что вам собственно нравится вы как-то вот привлекает вот так я думаю можно вам ответить на ваш вопрос опять же да исходя из того что вы написали это вот чисто на самое такое на самое ближайшее время чтобы вы прям знали что вам нужно делать работа не обязательно должна быть по специальности так вышло что вам она не нравится да вот совершенно не обязательно чтобы работа была по специальности вот работа абсолютно спокойно может быть не по специальности самое главное чтобы у вас были какие-то значит свои свои деньги для того чтобы вы могли реализовывать то что вам интересно то что вам хочется и так да или возможно чтобы вы были более независимы от своих мамы мамы и баб вот соответственно вот так вот можно ответить вам на ваш вопрос надеюсь что мой ответ вам был полезен если у вас остались соответственно дополнительные вопросы вы можете задать мне их в личку буду рад помочь если вам понравился мой ответ буду благодарен если сделаете его лучшим я желаю вам всего самого доброго и удачи 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 удачи